книга открытым оком вопрос 509 тема богослужения некоторые православные считают что можно нарушать посты ради ближнего то есть если к тебе пришел гость или тебя посадили за скоромный стол в пост если ты откажешься вкушать эту пищу то человек может понять это как твое произношение над ним отвечает игнатий технич лапкин мало того но некоторые священники даже в печати публикуют ответы на подобные вопросы и просят своих прихожан не фарисействовать а если предлога за предлагает кусок мяса в пост то съесть его а на исповедь батюшки рассказать много развелось таких патриотов русского желудка в нынешнее голодное время в этом-то как раз и выражается фарисейство что перед всем миром православные извест православие известно как наиболее постящийся религия более половины дней в году а в действительность ничего этого нет таким сиболитом советую почаще прочитывать вторую книгу маковейскую седьмую главу о сыновьях маковейских которые предпочли умереть нежели вкусить запрещенные законом дело-то даже и не в пище а в разжиженности характера в подлости человеческой натуры если ты православный человек значит посты принадлежат тебе апостольское правило 69 если кто епископ или присвятер или дьякон или подьякон или чтец или певец не постится святую четвердесятницу 40 дней перед пасхой или в среду или в пятницу кроме препятствия от немощи телесной да будет извержен если же мирянин да будет отлучен читаю подробно главу о посте в нашей главе к истинному православию рассказывает что в кабинете председателя совнаркома ульянова ленина висела табличка курить запрещается но матросы продолжали смолить пролетарскую травку и он повелел снять эту табличку резонно рассудив что если есть закон и он нарушается открыто то нужно или ликвидировать этот закон или добиться его неукоснительного исполнения наши иерархи не доросли даже до такой истины почему не произведут социологические исследования полноты церковной и не назовут процент тех кто называет себя православными и не соблюдает всех постов мое убеждение такое что все посты официально нужно отменить оставив только святую четыридесятницу великий пост и среду и пятницу согласно устава я твердо убежден что до установления остальных постов спустя столетия люди спасались хотя и не знали их ибо они еще не были изобретены монахами пустынниками живущим на островах и в пещерах нужны были и петров посты и остальные не считая перечисленных 69 апостольским правилом но зачем они крестьянам труженикам у которых и без того скудная пища но я православный а те посты еще не отменены я скрупелезно заглядываем в календарь каждый день исполнял и буду исполнять все посты и даже находясь в армии в больнице в тюрьме и влаге я ни разу не позволил себе посягнуть ни на один постный день я православный и этим все сказано